Спонсором сегодняшнего видео является iSkySoft. Компания проводит конкурс, в котором любой имеет шанс стать владельцем Apple AirPods. Для участия в розыгрыше необходимо перейти по ссылке в описании к этому видео, ответить на несколько вопросов и поделиться ссылкой с друзьями. Чем больше лайков получит ваш репост, тем больше шансов выиграть сей замечательный приз. Желаю всем удачи! Моё почтение, друзья! Меня зовут Константин и вы находитесь на канале KM Review. В этом видео я расскажу вам о пяти интересных фишках, благодаря которым вы сможете расширить свой опыт и сделать более комфортным использование камеры на смартфонах Samsung Galaxy, в частности Galaxy S9 и S9 Plus, а также прошлогодних флагманов. Итак, поехали! Не все, наверное, знают о том, что флагманы Samsung Galaxy имеют автоматический автофокус, потому что изначально он отключён. Для активации заходим в настройки камеры и включаем отслеживание AF. Теперь вы можете выборочно фокусироваться на каком-либо объекте, столь только к нему прикоснуться. И даже если вы будете перемещать объект, он всегда будет находиться в фокусе. Многие, наверное, не обращали внимания на две точки, расположенные справа и слева от кнопки камеры. А ведь зря! И с помощью этой кнопки удобнее всего управлять масштабированием. Я очень часто вижу, что многие используют для этих целей два пальца, либо качельку регулировки громкости. Но гораздо удобнее и комфортнее делать это с помощью кнопки камеры. Увеличивается масштаб в правую сторону, а в левой уменьшается. Иногда бывают ситуации, при которых нет возможности дотянуться до кнопки камеры. Например, если вы держите устройство в левой руке. Но, к счастью, в компании Samsung продумали этот момент, создав плавающую кнопку камеры, которую можно размещать абсолютно в любом месте экрана. И теперь без проблем можно делать снимки, держа аппарат в левой руке. Но самое удобное, на мой взгляд, это фотографировать совсем не прикасаясь к экрану. И здесь не понадобится никакая магия Гарри Поттера. Для получения такой возможности достаточно активировать в настройках камеры пункт управления голосом. Давайте проверим, как это работает. Сфотографировать Снимаю Запись видео Просто фантастика Многие забывают о том, что камеру можно использовать в режиме всплывающего окна. Для этого заходим в настройки Выбираем дополнительные функции Режим нескольких окон И проверяем, чтобы было активно действие для перехода в режим всплывающих окон. После чего камеру можно свернуть в многооконный режим. А также изменить размер на свое усмотрение, уменьшить. Разместить на любом участке экрана. А если какое-то время в камере не будет необходимости, можно ее вообще минимизировать. Но при этом ярлык камеры всегда будет виден. Ее можно быстро запустить и сделать снимок. Друзья, в видео показаны далеко не все интересные фишки камеры Samsung Galaxy. Я лишь хотел обратить ваше внимание именно на те из них, которыми сам периодически пользуюсь. И надеюсь, что это видео станет полезным. На этом все. Кому понравилось видео, не забывайте ставить пальцы вверх. Подписывайтесь на канал, если не сделали этого ранее. Также рекомендую подписаться на группу CamReview ВКонтакте и Инстаграм. Ссылки есть в описании к этому ролику. Будьте счастливы, друзья. И не забывайте, все самое интересное еще впереди. Всего доброго. До новых встреч.